Но большинство-то живет умом и животом. И противник умело пользуется этим. Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. Осталось только додуматься, как их заставить. Ладно, скажи-ка мне лучше, что это такое, с чем его едят. Это твой, о чем я подумал? Я же не знаю, о чем ты подумал. Код доступа к вратам. Ну, если соглядатый не обманул. Как им пользоваться? Странная мелодия. Позиция какого из героев фильма вам наиболее близка? Полностью мне близок персонаж, который в самом начале фильма смотрит в замочную скважину с той стороны, где небо, сюда, где темно и ничего не видно. Поэтому я, как режиссер, доверил себе, как актеру, сыграть эту единственную роль. Дмитрий Зочи. Да очень просто. По ступенькам поднимаетесь и выходите. Да, музыка в фильме моя. Это важная составляющая фильма. Не доверил бы никому. Давно ли я пишу музыку? По сути, с детства. Дмитрий Зочи. Странная мелодия. Музыка существует столько, сколько существует мироздание. Шум ветра, птичьи трели, пульсация накатывающей волны. Сколько этому лет человек издревле учился подражать звукам природы при помощи разных приспособлений из дерева и металла. С развитием ремесел и совершенствованием музыкального мастерства появились первые музыканты и первые мелодии. Возникла необходимость каким-то образом систематизировать звуки, издаваемые разными инструментами. Устройство первых музыкальных приспособлений привело к пониманию природы формирования звука. И здесь важно отметить, что природа гармонии, благозвучных музыкальных конструкций, связь музыки с математикой во все времена волновала лучшие умы человечества. И если некоторые связи были очевидны, другие требовали проведения экспериментов. Так было замечено, что чем длиннее струна, тем более низкий звук она извлекает. Короткие струны дают более высокие тона. По мере уменьшения длины струн звуки становятся все выше. Этим объясняется треугольная форма таких музыкальных инструментов, как гусли или арфа. Кстати, внутри рояля и пианино спрятаны такие же разные по длине и толщине струны. При нажатии на разные клавиши молоточки внутри инструмента бьют по струнам. Разные музыкальные инструменты звучат по-разному. У каждого свой голос, тембр, обертона, свои особенности и способы извлечения звука. Некоторые отрезки музыкального звукоряда очень сложно поддаются подстройке на заданную частоту. Из-за этого звуки отдельных диапазонов, высот, могут звучать не идеально, не чисто. С музыкальной точки зрения любая фальшь недопустима. Идеальные сочетания звуков музыки называют чистыми. Из этого можем сделать вывод, что не идеальные звуки с точки зрения музыки, это не чистые звуки. Высота и чистота каждого звука обусловлены его частотой, частотной характеристикой, то есть обусловлено количеством колебаний звуковой волны в единицу времени. Звуки бывают низкочастотные, средней частоты и высокочастотные. Есть также звуки, которые мы не слышим. Это инфразвуковые и ультразвуковые колебания, вибрации. Частота колебаний звуковых волн измеряется в герцах. Но отдельные звуки это еще не музыка. Если подойти к клавичному инструменту и произвольно нажать три или более клавиш, скорее всего, результат на слух будет не очень приятным. Звук скрипки в руках дилетанта почти невыносим. Но иногда можно случайно поймать и более красивое сочетание звуков. Ноты в дудке у меня, ноты в дудке у меня, длиннохвастый, словно птицы, ноты в дудке у меня. Расстояние на клавиатуре между двумя звуками, нотами, одной октавы в музыке называют музыкальным интервалом. В зависимости от того, какие две ноты были выбраны, интервалы обозначают как «прима» интервал между нотами 1 и 1, «секунда» 1 и 2, «терция» 1 и 3, «кварта» 1 и 4, «квинта» 1 и 5, «секста» 1 и 6, «септима» 1 и 7 или «октава» 1 и 8. В качестве примера приведу интервалы от ноты до вверх. «В новички» 1 и 8, «кварта» 1 и 7 Интервал можно построить абсолютно от любой ноты клавиши. Наиболее благозвучные и гармоничные интервалы. Это чистая прима 1, чистая кварта 4, чистая квинта 5 и чистая октава 8. Интервал прима – условный интервал между первой и первой нотой. Хроматическое построение звуков от разных нот образует 24 гаммы, 12 мажорных и 12 минорных гамм. Мажор – это условно-музыкальная жизнерадостность и оптимизм. Минор – это музыкальная грусть, меланхолия и даже тоска. То есть, с помощью точно выверенных музыкальных конструкций, музыка вызывает у нас совершенно определенные эмоции, настраивает на определенный эмоциональный лад. И чем талантливее музыкант, чем гениальнее музыка, чем выше мастерство исполнителя, чем тоньше настроен инструмент, тем большее впечатление производит на нас та или иная композиция. Великие музыканты – это гении, которые умеют создавать из обычных звуков такие музыкальные конструкции, которые производят на большинство слушателей неизгладимое впечатление. В момент исполнения и прослушивания таких композиций музыканты и его поклонники переживают сильнейшее эмоциональное потрясение. И эти высочайшие вибрации духа так волнительны и прекрасны, что даже воспоминания о них спустя много времени вызывают сильные эмоции и переживания. Более того, на выдающихся концертах весь зал входит друг с другом в резонанс и находится на одной волне. И это выглядит как душевный экстаз. Зрители не желают покидать зал и благодарят музыканта или певца овациями. Овации – это своеобразное звуковое и энергетическое благодарность. Так, на невидимом уровне звуковые волны управляют нашим состоянием и гармонизируют или дисгармонизируют наше видимое и невидимое пространство. Одновременное звучание трех или четырех нот называют аккордом. Красивые благозвучные аккорды скрывают в себе стройные математические закономерности. Так, для того, чтобы получился красивый, приятный на слух аккорд, частотные характеристики входящих в него звуков должны частично совпадать в своем колебательном движении, как бы подстраиваться друг под друга. А это возможно только когда длины звуковых волн находятся в определенной и простой числовой пропорции. Как соотношение простых чисел, например два к трем, или два к одному, или четыре к трем, эти взаимоотношения были выведены методом проб и ошибок, а позднее физико-математические процессы уже описали это в числах. Гармоничное красивое звучание в музыке называют консонансом, а резкие, неприятные для восприятия созвучия диссонансом или какафонией. Ах, внушительная какафония из любви и ненависти, трусости и героизма. Станьте участниками грандиозного оркестра, бесконечно настраивающего свои трубы, но так никогда и не начинающего играть что-либо внятное и гармоничное. Музыканты, особенно поклонники классической музыки, всегда стремились к наивысшей гармонии и неповторимому звучанию своего инструмента. Так что же такое гармония и от чего зависит ее наличие или отсутствие в музыке? Гармония – это согласованность различных элементов, приводящая их в наиболее приятный для человеческого восприятия порядок. В основе любой гармонии в музыке, архитектуре, живописи, поэзии, живой природе и т.д. лежат математические закономерности и последовательности чисел. Таким образом, гармония в музыке – это упорядочивание характеристик звуковых волн в соответствии со строго выверенными математическими закономерностями. Итак, звуки у нас есть, у каждого из них своя частотная характеристика, а значит своя высота. Осталось только выстроить их в определенном порядке и обозначить визуально. На клавишах рояля эти ноты соответствуют семи белым клавишам. Этот звукоряд до сих пор используется при игре на некоторых простых инструментах и называется натуральным, простым или диатоническим звукорядом. Почему нот в этом ряду только семь? Потому что методом проб и ошибок были найдены семь основных звуковых ступеней. А восьмая ступень по звучанию повторяла первую и практически сливалась с ней в звучании. Девятая нота повторяла вторую, десятая третью и т.д. Только звучали эти ноты выше на октаву. Количество октав на разных инструментах разное, это зависит от конструкционных особенностей. У клавишных музыкальных инструментов это длина клавиатуры. Классическая фортепиано, например, имеет восемьдесят восемь черно-белых клавиш, из них пятьдесят две белые и тридцать шесть черных, что составляет семь с половиной октав. Графически разные ноты занимают разные места на нотных проводах, которые называются нотный стан. Современный нотный стан это пять черных параллельных друг другу и горизонту линий. У нот может быть разная длительность, самую длинную ноту назвали целой, следующая нота – половинка, она вдвое короче целой ноты. Эти ноты – единственные белые ноты. Далее, по мере укорачивания вдвое, четвертная, восьмая, шестнадцатая, тридцать вторая и шестьдесят четвертая ноты. Мы видим, что счет нот, количество звуков в звукоряде имеют другую периодичность, повторяемость, чем в математике. Если в математике привычный ряд от одного до десяти, то в музыке это восьмиричный счет и двенадцатиричный. Нотные записи называют нотациями. История записи музыкальных звуков в виде графических символов на этом не закончилась. Инструменты усложнялись, записи преобразовывались, и со временем появился новый, более сложный и полный хроматический звукоряд, состоящий из двенадцати звуков, то есть уже знакомый нам нотный ряд был дополнен пятью новыми звуками. На клавиатуре пианино они соответствуют пяти черным клавишам. Название может быть обозначено двояко, или как повышение предыдущей ноты, или как понижение последующей ноты. Понижение обозначается знаком бемоль и выглядит как капля с хвостиком. Повышение обозначается знаком диез и выглядит как знак, которым сейчас принято обозначать хэштег. Оба эти знака называются знаками альтерации. Последовательность хроматического звукоряда в до мажоре выглядит так. Где тринадцатый звук это повторение первого, это та же нота до, но следующей октавы. В обратном порядке так. Итак, мы видим последовательность из двенадцати звуков. Безусловно, это более широкая и яркая звуковая палитра по сравнению с простым звукорядом. Отметим, что все ноты сохранили в хроматическом звукоряде свои латинские буквенные обозначения. При этом ноты, принадлежащие черным клавишам, получили в дополнение к привычному буквенному обозначению и названию еще и диезы и бемоли. Одна и та же нота черной клавиши всегда имеет два обозначения в нотной записи. К примеру, ре диез равно ми бемоль. Итак, в основе музыкальных композиций лежат семь нот. Диатонический звукоряд состоит из семи звуков нот. Хроматический звукоряд – из двенадцати. Важная характеристика музыки – это ее тональность. Каждая нота хроматического звукоряда является основной первой нотой для двух тональностей – первого мажора и первого минора. Тональность – это построение звуков, создающих определенное музыкальное настроение. Пример – ля мажор и ля минор. Итого 12 мажорных и 12 минорных настроений. В каждой тональности есть свои основные и дополнительные аккорды, присущие только ей. Существует только две натуральные, не требующие знаков альтерации тональности – это ля минор и до мажор. Цифробуквенная последовательность нот, связь порядковых номеров нот в звукоряде с их латинскими названиями. Выглядит так. Возникает резонный вопрос, почему нота ля стоит в натуральном звукоряде первая, а не нота до, как мы привыкли? Дело в том, что сначала были только простые инструменты, которые воспроизводили только простые натуральные звуки и играть без искажений можно было только в двух натуральных тональностях – ля минори и до мажори. Первые нотные записи начинались с ноты ля, поэтому первая буква латиницы отдана этой ноте. В до мажори счет идет с ноты до, и в до мажори мы слышим привычную нам последовательность, то есть на простых инструментах было семь звуков, счет начинался с ноты ля. Еще один нюанс – обозначение ноты си, которое обозначено латинской буквой аж, требует отдельного пояснения. В процессе музыкальной эволюции появилось два разных звука, соответствующих по сути одной ноте. Более позднее обозначение ноты си – это латинская буква аж. Считается, что си, которое аж, выше и чище по звучанию, чем си, которое б. Конечно же на инструменте только одна клавиша си в каждой октаве, но для музыкантов при настройке того или иного инструмента, то или иное обозначение имеет смысл. Нам же важно понимать, что нота си с обозначением б была по мнению музыкального сообщества недостаточно хороша и гармонична, и поэтому у нее появилась вторая, более совершенная по звуку версия с чуть более высоким и чистым звуком. ее обозначили как аж. По факту после ноты ля идет си, которая б, затем следует си, которая аж, и только потом нота до, но клавиша си только одна. Да, такой вот парадокс. Поэтому, будем считать, что эта особа заслуживает отдельной позиции в нашем расследовании. Она девятая по счету в диатоническом ряду. И так как она претендует на совершенство, мы будем между собой называть ее сверх-си. Если представить основные ноты звукоряда в виде ступеней лестницы, бегущей вверх, то не все ступени имеют одинаковую высоту. Ступени между нотами ми и фа, а также между нотами си и до, меньше, чем между остальными нотами звукоряда. На пианино между этими нотами нет черных клавиш. Действительно, расстояния эти не равны. Между ми и фа музыкальный полутон, одна-вторая тона. Между си и до тоже полутон. Между остальными соседними нотами целый тон или один тон. Тона и полутона – это условная разница в высоте между двумя соседними нотами звуками. Так выглядит эта последовательность. Эти построения начинающие музыканты запрет наизусть как считалку, потому что из тонов и полутонов складываются мажорные и минорные гаммы. Математически любой мажор выглядит так, а любой минор выглядит так. И невозможно сказать, что красивее и что лучше. Дуальность музыки совершенна и прекрасна. Композиторы, как художники, раскрашивают пространство разными сочетаниями звуков, переходя из одного настроения в другое. Меняя длительность и последовательность звуков, расставляя акценты и выдерживая паузы, нагромождая аккорды и интервалы. Так рождается музыка. Музыканты научились выражать при помощи музыкальных звуков любую гамму переживаний. Вообще в древности музыка считалась главнейшим из искусств. Считалось, что музыкальные гармонии и звуковые сочетания заложены в саму основу нашей вселенной и напрямую влияют на качество мироздания. Современные слова несут в себе отголосок начала времен. Например, слово «строить» означало не просто создавать что-либо, а приводить в гармонию, подстраивать, гармонизировать, выстраивать элементы так, чтобы они резонировали друг с другом. Если сравнить средневековую архитектуру с современной, то везде и повсюду мы сегодня видим диссонанс. Другими словами, разруху, разлад, отсутствие стройности и совершенства. А почему колонии одни руины? А у них все так. В головах руины, в сердцах руины, и снаружи одни сплошные руины. Никто ничего не строит, только проедают то, что построено до них. Главное, что всех эта разруха устраивает, лишь бы стабильно. Как бы что ни вышло, вот девиз эпохи вырождения. Налаживать что-либо означает привести к тщательно выверенной гармонии, привести в лад. Если люди ссорятся, то между ними разлад или что-то неладно. Единомышленники находятся на одной волне. Мы волнуемся, испытываем душевную вибрацию, которая иногда отражается в виде трясущихся рук, дрожащих губ. Даже руководитель – это дирижер. Управляет игрой незримый дирижер. Он ведет оркестр или вокальный коллектив от самой первой ноты до самой последней, помогая исполнителям выдержать единый темп и ритм и расставить нужные акценты в нужных местах. Талантливый дирижер заряжает музыкантов вдохновением. Согласие и хорошее настроение необходимы каждому, чтобы чувствовать себя расслабленно и комфортно. Нервы натянутые, словно струны. Это значит, они вот-вот порвутся, а это означает слом или душевный надлом. Сломанный инструмент на физическом плане – это болезнь или даже смерть человека. Итак, гармония – это созидание. Дисгармония – антиподсозидание, разрушение стройной гармонической системы. Жизнь строится по законам гармонии. Хаос несет в себе энергетику мертвого запустения, нарушает и уничтожает гармонические связи, цельность, согласованность, стройность. Вершина гармонии – совершенная красота. Пик хаоса – полный разлад всего и всех со всеми. Музыка помогает вернуть стройность и совершенство этому миру, но только если сама она гармонична. Ничего не понимаю. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы возвращаемся к теме замысла. Что мы видим в руках у наших героев? Металлофон. Считается, что это самый древний музыкальный инструмент, не считая человеческого голоса. Пластины металлофона делали обычно из меди или бронзы. Длина, ширина и толщина металлических пластин была напрямую связана с высотой звука, возникающего при ударе молоточком по металлу. Мы видим, что на пластинах есть надписи в виде латинских букв. Очевидно, что это названия уже знакомых нам нот натурального музыкального звука ряда. Но при этом мы видим, что пластины расположены не последовательно, как это нужно для игры на инструменте, а хаотически. На двух пластинах надписи практически стерты. Что хотел нам сказать этим Дмитрий Зочи? Нет цели растолковывать. Есть цель запустить зубчатые колеса в головах. Дмитрий Зочи. Мы знаем, что упорядоченный музыкальный строй рождает музыкальную гармонию. В нашем же случае, привычный порядок вещей был кем-то намеренно нарушен, как и целостность инструмента. Более того, теперь мы не сможем сыграть на нем даже простую мелодию, для этого необходимо восстановить название нот на потертых пластинах. Итак, первый вывод мы видим – беспорядок, дисгармонию, утрату привычного мироустройства, нарушение целостности гармонии, как основы нашего мира. А у них все так. В головах руины, в сердцах руины. И снаружи одни сплошные руины. Металлофон в фильме использует натуральный, простой звукоряд из семи звуков. И его состояние – это нарушение основ самой природы, сути вещей. То есть, мы видим хаос, отсутствие связанного и обоснованного порядка. Но пластины не могли сами перепрыгнуть на другие места и сама закрепиться. Значит, кто-то намеренно приложил к этому руку. Внутри каждого хранится код. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем. И вытянуть их из зоны влияния противника. Все вмиг засияет. Музыка на основе 432 Гц обладает благотворной целительной энергией, потому что это чистый тон математической основы природы. Текущая настройка музыки на основе 440 Гц не гармонирует ни на одном уровне. И не соответствует космическому движению, ритму или естественной вибрации. Впервые попытка массово изменить волны произошла в 1884 году. Но усилиями Джузеппо Верди сохранили прежний строй, после чего и стали на стройке Ля равные 432 Гц именовать вердиевским строем. Также незадолго до Второй мировой войны в 1936 году министр нацистского движения и тайный лидер в управлении массами Геббельс пересмотрел стандарт на 440 Гц, частоту которая сильнее всего воздействует на мозг человека и может быть использована для управления большим количеством людей. И это объяснялось тем, что если лишить человеческий организм естественной настройки и поднять натуральный тон немного выше, то мозг будет регулярно получать раздражение. Кроме того, люди перестанут развиваться, появится множество психических отклонений, человек начнет закрываться в себе и им станет гораздо легче руководить. Это явилось основной причиной, по которой нацисты приняли новую частоту ноты Ля. 440 Гц являются неестественным стандартом настройки и музыка в частоте 440 Гц конфликтует с энергетическими центрами человека. Музыкальная индустрия использует введение этой частоты для влияния на население, чтобы добиться больше агрессии, психосоциальной ажитации, эмоционального дистресса. Например, бывают сводные оркестры, когда в них присутствуют музыканты из разных стран, по разным причинам, и им необходимо договариваться о том, на какую частоту им всем настроиться надо. Но, к примеру, покупая цифровое пианино, обнаруживаешь, что оно привязано к 440 Гцам. Музыкант меняет вручную эти настройки, а иногда это значение сбрасывается при включении. А если не проверишь, будешь играть в 440 Гцах. Насчет 432 и 440 Гц – это очень простой вопрос. Попробуйте сами, воспользовавшись простейшей математикой, поумножать, поделить значения частотных рядов. Все будет предельно понятно. Дмитрий Зочи Гармония и хаос – это два конфликтующих полюса. Это созидание и разрушение во всех известных смыслах. Попробуем прояснить, какую же все-таки информацию несет этот хаотически выстроенный звукоряд. Обращает на себя особое внимание пятая пластина с буквой G, обозначающая ноту Соль. Сама пластина повернута вокруг воображаемой оси, а хвост у буквы G оказался при этом сверху. Как известно, у режиссера Дмитрия в его зодческом проекте ребусы многослойные, да к тому же еще и на разных языках. А такой акцент на пластине с буквой G отнюдь не случайен. И к этому важному моменту мы еще вернемся, потому что именно в этой G и есть вся Соль в прямом и переносном смысле. И да, я предельно точно отдаю отчет о каждом слове и звуке фильма. Дмитрий Зойчий. Пронумеруем пластины металлофона слева направо и обозначим их так, как это сделано в фильме. Добавим порядковые номера букв латинского алфавита на соответствующие им пластины. Тогда обозначения пластин будут выглядеть так. В нумерологии важна энергетика простых чисел, поэтому упростим то, что сочтем нужным и оставим без изменений то, что в неупрощенном виде имеет собственную сильную энергетику. Тогда пластины слева направо будут выглядеть так. Все получившиеся числа непростые по смыслу. Их значения относятся к категории понятий «высший смысл». В нумерологии 11 число андрогим, мужская манифестация женской природы, путь змея, тантра левой руки, бог войны. Трактовка числа 11 также неисчерпаема, как породившая его вселенная. Как в микрокосмосе в нем отражается многообразие полярных свойств. 11 обозначает чувствительность, творчество, бесстрашие, сообразительность, высокомерие, деградацию, насилие. Эта многоликость толкований выражает особенность, присущую господствующим числам. Если цифры от 1 до 9 несут в себе полный спектр качеств, наработанных человечеством, то управляющие цифры отвечают за сверхъестественный план познаний. Сакральное значение числа 11 связано с его особой ролью в древних мистических учениях всего мира. В древнем Египте цифра 11 была знаком Великой Нут, богини ночи. Ее почитали как прародительницу звезд и богов, а также защитницу мертвых, которая поднимает души усопших на небо. Каббалистическое древо жизни, древо сферот или сиферот, в полной мере отражает двойственное значение цифры 11. В нем оно может проявляться как скрытая сфера знания до ад, открывающая нам тайны мироздания, или опускаться в нечистые миры клепот. Какой квадрат определять? 3-8? Нет, 1-6. Мальца позывной, как записывать? Зуга. Божья искра? С точки зрения сакральной геометрии, 11 это балансировка на грани добра и зла. Балансы нарушены, вы переусердствовали. Зависнуть между небом и землей, вот что такое число 11. И хотя в его основе лежат 2 единицы, 2 изначальности, 2 истока, 2 силы, но 11 единолично претендует на превосходство. Она следует сразу за числом 10, высшей ступенью десятиричной системы. Есть такое слово «превозносить себя». Это про число 11. Число 12 – это изначальная природная целостность и гармоничность нашей Вселенной. Издревле считалось, что число 12 управляет мировым порядком. Оно присутствует везде, начиная с мифологии различных народов мира и заканчивая современной системой контроля времени. Примеров масса – 12 богов греческого пантеона и 12 подвигов Геракла, 12 колен Израилевых и 12 апостолов Христа, 12 имамов Мухаммеда и 12 колен в буддистском колесе перерождения, 12 звуков в полном звукоряде. Ну а в реальности мы имеем 12-летний цикл восточного гороскопа, 12 знаков зодиака, год, разделенный на 12 месяцев и 12 секторов циферблата часов, по которому минутная стрелка движется в 12 раз быстрее часовой. Наконец, 12-ричная система мер и весов по сей день существует в западных странах. И даже русский алтын – это 12 полушек. Все это говорит о том, что числу 12 во все времена придавалось особое значение. По утверждениям некоторых источников, 12 является еще и символом истины. И это вполне логично, ведь за ним система мироустройства, правильность которой никто не возьмется оспаривать. Это цикличность, согласованная с ритмами живой природы. 12 систем организма человека. Важно отметить, что в основе гармонии числа 12 лежит тройка, 1 плюс 2. Наиболее гармоничное созвучие – это аккорд из трех основных звуков. Наиболее устойчивая конструкция стоит на трех точках опоры. Тройка – это основа равновесия. Это то, что не дает миру скатиться влево или вправо, сорваться вниз. Тройка заложена в основу геометрии самых гармоничных инструментов – гусли, арфы, балалайки. В музыке тройка непосредственно влияет на возникновение гармонии, как самостоятельно, так и в сочетании с четверкой. 3 четвертых – размер вальса, 4 третьих – интервал кварта и так далее. Тройка – основа основ. Число 8 тоже совершенно и неповторимо. Оно само заключает в себе симметрию. Два круга, два цикла. Земное и небесное. Свет и тьма, жизнь и смерть. Как две стороны одной медали. Восьмерка символизирует знак бесконечности. Петлю Мебиуса – замкнутую систему перерождений колеса сансары. А также этот знак, обозначающий Абсолюта, находится в кабинете возницы на панно на стене над каббалистическим древом жизни сферотой, которая, в свою очередь, является одним из фундаментальных понятий в каббале. Возвращаемся к нашему металлофону и вспоминаем, что на пластинах 3 и 7 буквы стерты. Получается, что именно от их значений будет зависеть итоговый расклад игры. Для этих пластин у нас осталось только две буквы – Си и Ди. Это, соответственно, ноты До и Ре. Но какая из них стоит на третьей пластине, а какая на седьмой? Кроме этого, бросается в глаза сочетание букв Си Ди. Да это же стертый диск, стертая информация. Ну ничего-ничего, достанем из кэша. Оказывается, и мы это увидели сами в своих экспериментах, последовательность нуклеотидов ДНК, которые составляют тексты, они еще построены по законам красоты. И если вы делаете простейшую вещь, которую сейчас уже делают, каждый нуклеотид, вот каждая буквочка в генетическом тексте, она имеет определенный спектр. Спектр частот. Если ты эти частоты, всего четыре буквы ДНК, аденин, гуанин, садзентимин. Если ты их перевел на частоты человеческой речи, на килогерцовый диапазон, и ты начинаешь проигрывать, так сказать, молекулу ДНК, как нотный стан, как нотную запись, то ты слышишь музыку. Потому что ДНК построена по законам красоты. А музыка построена по законам красоты. А если ты туда ввел неправильные, так сказать, последствия нуклеотидов за счет вот трансгенных манипуляций, то возникает какафония. Какафония, которая убивает людей. Сейчас на Западе, особенно в Соединенных Штатах, продают просто... Это целая индустрия, когда продают музыку генов. Вот их, так сказать, привязали к нотным знаком, так как я вам сказал, за счет частот. Более того, белки то же самое. Белки это копия ДНК, только как бы на другой, переведен на другой язык. Белки тоже издают музыку. Если ты правильный белок, он будет давать правильную, хорошую мелодию. Потому что все в мире построено по законам красоты. Но кроме красоты, есть еще хаос, которому биосистема противостоит. Если такой хаос внедряется в молекулы ДНК или в белки, то вы получаете генно-белковую музыку. Не музыку, а генно-белковый хаос, звуковой. А если все правильно, будет прекрасная мелодия. Потому что нормальные гены дают очень просто великолепную мелодию. Вот мы этим занимались, и очень много сделали таких программ, и давали людям. Каждый человек имеет свою мелодию. Если ты считал информацию, например, с его каплей крови, то это можно превратить в музыку. Более того, все в природе построено по законам гармонии красоты. Это противостоит хаосу. Теперь, когда мы восстановили недостающие обозначения пластин, мы сможем воспроизвести на металлофоне последовательность звуков. У нас есть два варианта возможного порядка нот на пластинах 3 и 7. Вариант CD и вариант DC. Во втором варианте присутствуют явные и стройные гармонические построения в виде двух аккордов – вводного в до-мажор и основного аккорда в тональности до-мажор. А теперь вспоминаем короткометражку «Авэ», когда заключенный после смерти попал в странный коридор между мирья. Вспоминаем также мистического почтальона на велосипеде, обронившего объявление. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добрить начну. Архитектурное бюро Архитектурное бюро в любом случае звоните 12 48 75 С 15 до 21 Числа 12, 48 и 75 уже фигурировали в описании металлофона. Так, пластина с надписью H, нота C, обозначалась через числа 4 и 8, в сумме равно 12. Пластина с надписью G, нота Соль, обозначалась через числа 7 и 5, также в сумме 12. Итак, пластина H это 48, пластина G это 75. У каждой из них сумма чисел равна 12. Число 12 указывает на число звуков в хроматическом звукоряде. Си верхняя, наша H, это 15 звук хроматической гаммы, если вести отсчет от нижней ноты Ля. А какой звук 21? Это Фа второй октавы. Смотрим на ноту Фа на металлофоне. Это пластина F. Звонить с 15 до 21 означает бить по пластинам, начиная с H до F. На металлофоне между H, которая Си, и F, которая Фа, находится нота До, Си, До, Фа. Почему именно нота До, а не нота Ре, встала на третью пластину, я расскажу в следующей части. Таким образом, звонить с 15 и До 21 означает нажать последовательно ноты Си, До, Фа, то есть ударить по пластинам H, С и Ф. Последовательно прозвучит Си, До, Фа, 9, 3, 6. Номерам пластин, соответствующих нотам 4, 3, 2. То есть снова выходим на частоту 432 Гц. Но среди этой информации нет ноты Соль. Почему? Какую тогда информацию дает нам пластина под номером 75? На обе эти пластины ноты автор музыкальной головоломки акцентировал свое особое внимание. Одна из них, центральная, обозначена как H. Хотя проще было бы ее обозначить как B, обычное обозначение ноты Си. Но именно H, это вершина, верхняя Си. Это то, что выше совершенства, верхние ноты Ля. Завершающий цикл от Ля до Ля. Точно так же, как его завершает число 10, в ряде чисел от 1 до 10. В эзотерическом смысле H равнозначно число 11. Это что-то, что ставит себя превыше всего сущего, превыше обычного земного порядка вещей. Одновременно это девятая по счету нота. Эзотерический H можно условно обозначить как 9-1-1. Нота Соль, обозначенная латинской буквой G, ассоциируется с солью жизни, с самой ее сутью. Помимо этого, само название ноты Соль переводится с латыни как Солнце. И поэтому G можно считать музыкальным солярным символом. Солнцем нотного стана. А что превыше Солнца? Только Творец. На ней стоит знак Божественности. Правда, партитура «Сумерки» в фильме указывает, что это скорее не Солнце, а Сумерки. То есть ежедневный конец Солнца. Конец Света. Когда противник подбирается и подкручивает, все вокруг рушится. Исчезают целые государства. Употребить до начала битвы конца. Просрочено. Примечательно то, что режиссер Дмитрий в своей зодческой работе перевернул на металлофоне пластину с буквой G вверх ногами, обратив на это наше особое внимание. Что хотел показать этим трюкам Дмитрий Зодчий? У любой штуки есть разработчик. Что уж говорить о такой штуке, как мир. И в любой разработке есть пользовательский интерфейс. Красивые заставки, динамика и тому подобное. А есть интерфейс разработчика. И там не так красиво. Там по делу. Коды. Управление. Но там суть. Дмитрий Зодчи Символ G отсылает нас к великому архитектору. Признание существования оного как верховной сущности является одним из основных и незыблемых принципов масонов и, соответственно, иллюминатов. При этом, как правило, принадлежность масона к какой-либо религии не является обязательной. И объявление, адресованное узнику, отсылает его в бюро того самого великого архитектора. Здравствуй, Нео. Кто ты такой? Я главный архитектор. Я создал Матрицу. Ты сообразительнее остальных. Матрица намного старше, чем ты думаешь. Я предпочитаю лимитировать эпоху Матрицы очередным системным сбоем. И в таком случае это уже шестая версия. Ты меня слушаешь, Нео? Или смотришь на девицу в красном? Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. Возвращаясь к посланию из архитектурного бюро можно также заметить, что 12, 48, 75 это ребус, в котором зашифрованы музыкальные интервалы. Интервал это расстояние между нотами, измеряемое в тонах и полутонах. 12 это интервал между соседними нотами 1 и 2. Он называется секунда. Между 4 и 8, кварта. Между 7 и 5, терция. Для краткости эти интервалы обозначаются как секунда, двойка, кварта, четверка и терция, тройка. В соответствии с порядковыми номерами пластин металлофона это ноты фа, си, до. Звонить с 15 до 21 указывает на время, на циферблате часов. 15 условно равно 3 часам. 21 равно 9 часам. Промежуток между ними, время в которое можно звонить, это 6 часов. Итак, звонить с 15 до 21 явно указывает на код 369. И кстати, на циферблате аппарата, с которого предлагается позвонить, стрелки расположены как раз одна на 15 или 3 часа, а вторая на 21 или 9 часов. В общем, можно жонглировать до бесконечности цифрами из объявления, но мы всегда будем приходить к двум основным кодам 432 и 369. 432 это частота вердеевского строя в 432 Гц, к которому и необходимо вернуться. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить с сердцем. Насчет 432 и 440 это очень простой вопрос. Попробуйте сами, воспользовавшись простейшей математикой, поумножать, поделить значение частотных рядов. Все будет предельно понятно. Дмитрий Зочи. Самое простое. Берем и раскладываем 432 на простые натуральные числа. 432 делится без остатка на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18. Одно это уже говорит о том, какое разнообразие гармонических возможностей заключено внутри частоты 432 Гц. А если сложить между собой цифры в коде 432, то мы получим девятку, которая является абсолютной гармонией среди чисел. 440 Гц. Из этой частоты нагло торчат уши белых кроликов. Их квадрат с четырьмя сторонами и их любимое сверхчисло 11. 11 это то, что превыше Бога в их понимании. Это их фетиш. 4 умножить на 11 равно 44. К примеру, китайцы панически боятся цифры 4. А все потому, что ее произношение в китайском созвучно слову смерть. Любая связь с четверкой, будь это номер служебного офиса, домашнего телефона или этаж любого дома, с точки зрения китайской числовой символики ничего кроме потери несчастья своему обладателю не предвещает. А если посмотреть математически, то 12 минус 48 минус 75 будет равно минус 111. А что дает нам код 369? Если бы вы знали великолепие тройки, шестерки и девятки, то у вас был бы ключ к вселенной. Никола Тесла. Никола Тесла был человеком, глубоко одержимым цифрами 3, 6 и 9. Он утверждал, что эти цифры имеют большое значение для всех, а не только для него. Тесла знал, что существует фундаментальная система, на которую, казалось, реагирует природа. Силы двоичной системы, где модель начинается с одной и продолжается до двух цифр. Таким образом, клетки и эмбрионы развиваются по следующей схеме. Они все время делятся на два, начиная с единицы. Получается ряд чисел 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 и так далее. А если в этом ряду сложить между собой цифры в двузначных и трехзначных числах, то мы придем к такому ряду 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2 и так до бесконечности. Как вы можете видеть, здесь нет упоминания о тройке, шестерке и девятке. Это похоже на то, что они находятся за пределами этой картины и они свободны от нее. На треугольниках строится вся тригонометрия и треугольник есть ее основа. А равнобедренный треугольник является самой устойчивой фигурой. Вспомните конструкцию фермы. Мы находим множество доказательств того, что природа использует тройную и шестикратную симметрию, например, пчелиные соты. Однако, есть что-то странное, когда вы начинаете удваивать эти цифры. Тройка удваивается в шестерку, шестерка удваивается в 12, что приведет опять же к тройке. В итоге, 3 и 6 при удвоении перетекают друг в друга, но в этой схеме нет упоминания о девятке. Это похоже на то, что девятка находится за пределами, полностью свободными от этих обоих образцов. Но если вы начнете удваивать девятку, это всегда приведет опять же к девятке. 18, 36, 72, 144, 288, 576 и так далее. Это называется символом просвещения. Если вы хотите найти секреты Вселенной, подумайте с точки зрения энергии, чистоты и вибраций. Никола Тесла Итак, тройка, шестерка и девятка участвуют не в материальной, а в метафизической составляющей нашего бытия. В этом и есть глубокая философская истина. И кстати, три шестерки это тоже своеобразная инверсия 3, 6, 9. Тройку убрали из девятки и добавили к первой тройке. В результате чего получили так называемое число зверя. Образ поменялся, а содержание осталось. Любители всевозможных инверсий знают сакральные смыслы чисел в отличие от профанов. Музыканты слышат мелодию нотами. Код доступа, который звучит, имеет такую нотную запись. И звучит он в частоте 440 Гц. Но парадокс заключается в том, что в фильме простой инструмент такой же был в древности. И он не может по определению давать диезы. Поэтому та мелодия, которая звучит в фильме, это мелодия расстроенного инструмента. Современные металлофоны имеют хроматическое устройство. Там больше пластин и играть можно в любой тональности с диезами и бемолями. Это первое несоответствие. Положение металлофона не соответствует мелодии. Мелодия идет вниз, а удары по пластинам идут от длинных пластин к коротким. То есть от низких звуков к высоким. Инструмент надо перевернуть. Это второе несоответствие. И снова инверсия. Если же все перевернуть, настроить частоты правильно, заставить массы жить с сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника, все вмиг засияет. И третье. Это то, что удары по пластинам издают звуки, не соответствующие нотам этих пластин. Ничего не понимаю. А знаете почему? Когда свой сыграл мелодию, ничего не произошло, а когда сга ее сыграл, то врата открылись. Потому что они играли разные мелодии, которые отличаются всего лишь на одну ноту. Свой бьет по пластинам так, и ничего не происходит. Сга бьет по пластинам так, и ворота открываются. Видишь вокруг смысла? Я не вижу. Они есть. Субтитры создавал DimaTorzok Двадцатый век был щедр не только на индустриальные открытия, но и на различные идеи по усовершенствованию самого человека. В этом контексте нам особенно интересна фигура Георгия Ивановича Гурджиева. Человек-загадка, человек-мудрец и философ. Человек, в жизни которого реальные факты и события тесно переплелись с вымыслом и легендами. Одни считали его умелым мистификатором, другие непревзойденным мистиком, открывшим миру древние изначальные истины. Точную дату своего рождения Гурджиев тщательно скрывал, периодически меняя числа, но неизменно привязывая их к знаку Козерога. Таким образом, он на практике применял технику коррекции судьбы, переключаясь с хроноритмов одного гороскопа на другие, более благоприятные. Предполагают, что это случилось 13 января 1866 года в городе Александрополе, ныне город Гюмри, Армения. Грек по отцу, армянин по матери. Юноша рано покинул отчий дом и два дальнейших десятилетия посвятил поискам таинственного братства Сармунг. Оно же Сарман, оно же Сармун. Сармун в переводе с древнеперсидского означает «пчела». Считалось, что этот орден старше любой из существующих в мире религий, и его братья хранят ключи от истинного, еще до потопного знания. История поисков ордена Гурджиевым поражает воображение. Здесь есть все. Руины монастырей, старинные свитки, рука провидения, подбросившая древнюю карту с подсказкой, путешествия в Египет, Судан, Саудовскую Аравию, Ирак. Не найдя следов ордена, Гурджиев отправляется в Турцию, пересекает Среднюю Азию, посещает Россию, Швейцарию, Италию, Грецию и даже заглядывает в Сибирь. По ходу продвижения экспедиции он жадно впитывает знания и принимает посвящение в различные духовные традиции. Наконец, в 1898 году мудрецы Суфии сами выходят на него. В таинственной суфийской обители Гурджиев проводит от одного года до двух лет и затем до конца жизни поддерживает связь с орденом. И вот, в 1913 году этот незаурядный человек с яркой кавказской внешностью и резким акцентом неожиданно появляется в Петербурге и начинает одаривать знаниями и практическим опытом всех, кто готов и способен их у него принять. В его арсенале собственная философская концепция «Четвертый путь», древние суфийские танцевально-гимнастические практики, мечты об открытии в России Института гармонического развития человека, сеансы массового гипноза с элементами гипнотического экстрима и смелая система представления о человеке, как о трехмозговом биомеханизме с тремя раздельными машинами внутри. Одна из этих машин отвечает за интеллект и мышление, вторая за эмоции, третья за все телесные и инстинктивные проявления. Самих же людей Гурджиев считал полностью бессознательными и безличностными существами, управляемыми лишь внешними обстоятельствами жизни. Своим ученикам гуру предоставил возможность стать более совершенными и осознанными механизмами и подчинить контролю разума абсолютно все свои, даже мимолетные мысли, желания, влечения, инстинкты и устремления души. Возрождая древние суфийские практики, Гурджиев объединял учеников в своеобразном танце, совершенно не похожем ни на один обычный. Асинхронные движения частей тела при общем синхронизме танца, различный темпо-ритм для левой и правой конечностей, намеренная механистичность и угловатость движений создавали у зрителей странное ощущение, что перед ними управляемые куклы или танцующие кладбищенские мертвецы. Наиболее знаменитыми были суфийские вращения Гурджиева. Круговые монотонные завораживающие движения способствовали вхождению учеников в особое трансцендентное состояние, в котором их механистические качества и внутренний самоконтроль достигали своего апогея. Именно такое состояние тела, ума и души Гурджиев называл осознанным состоянием. При этом его мало волновало, что состояние его учеников слабо напоминает особое состояние озарения суфийских дервишей, которого те достигают вне суетного мира, когда их и чувствования выходят за пределы человеческого восприятия. Это особое состояние можно пережить, но невозможно описать словами или передать другому человеку в виде упражнения. Гурджиева же больше всего интересовала зрелищность, представлений и власть над сознанием людей. Экспериментами эксцентричного гипнотизера по созданию совершенной человека-машины очень интересовались два выдающихся представителя 20-го столетия. Один из них носил фамилию Джугашвили, второго звали Адольф Шикльгрубер. С первым будущий гуру предположительно учился в тифлистской семинарии. Второму, по словам его соратников, лично давал уроки гипноза. Существует даже легенда, что именно Гурджиев по совместительству композитор, художник и черный маг своим балетом мистерии «Борьба магов» спровоцировал начало кровавого мирового побоища. По другой версии, Гурджиев состоял на службе у Третьего Рейха и снабжал его тайными, найденными в Тибете. Говоря о балете «Битва магов», важно добавить, что все танцы Гурджиева были построены на строго выверенной оккультно-математической символике. Гурджиев прекрасно знал, что у суфиев танцы являлись частью ритуала-посвящения в Орденское Братство, то есть своеобразной декларации о намерениях и одновременно средством воплощения этих намерений в жизнь. Точно относительно этого человека сказать невозможно практически ничего, но кем бы он ни был, нас интересует нечто другое, а именно «Энеограмма», о которой западный мир действительно узнал от Георгия Гурджиева. Слово «Энеограмма» дословно переводится как «девять» и «начертание». Это сакральный символ, в котором зашифрованы великие космические законы, управляющие мирозданием. Это чертеж, по которому строятся все явления и процессы во Вселенной и источник мудрости, который может объяснить буквально все и вся тому, кто сумеет его прочесть. По словам Гурджиева, «Энеограмму» невозможно найти, просто исследуя труды по оккультизму. Этого символа нет ни в научных книгах, ни в устной традиции. Он никогда не публиковался и не передавался человечеству полностью. Если говорить о сегодняшнем дне, нетерпеливый искатель и вовсе не найдет ничего, кроме описания современной психологической версии «Энеограммы», концепции, которая была сформирована в конце XX века. Мы не умаляем ее значения и достоинств, но это лишь крошечная часть того смысла, что таила в себе первоначальная версия «Энеограммы». Тем не менее, попробуем разобраться в том, что имеем. Известные на сегодняшний день версии «Энеограммы» выглядят так. Девятиконечная звезда, образованная тремя равносторонними треугольниками, вписанными в круг под углом 120 градусов друг к другу. «Энеограмма» Гурджиева версия марка «Родина». Чертеж самой древней из них разработал Раймонд Лулли, человек, которого современники называли не иначе, как доктор иллюминатус или просветленный учитель. Он родился в 1235 году на Пальма де Майорко и до 30 лет вел образ беспечного поэта Трубадура, вкушая всевозможные земные удовольствия. Но в 1266 году молодой человек пережил по его словам некое мистическое видение. После чего исчез бесследно на целых 9 лет. Вернулся Лулли уже серьезным философом, свободно владеющим несколькими восточными языками, знающим досконально арабскую культуру, науку и литературу. Он теперь не только сам пишет серьезные научные труды на арабском, но и переводит на европейские языки рукописи мусульманских ученых мужей. Важно отметить, что в то время именно мусульмане совершали все самые передовые открытия в астрономии, математике, логике, медицине, физике и химии. Биографы Раймонда Лулия признают, что все дальнейшее его научное и литературное творчество было насквозь пронизано духом суфийского мистицизма и перекликалось с наследием суфийских авторов. Сам Лулий утверждал, что во время отшельничества его просто озарило, в результате чего ему свыше была явлена логическая система, раскрывая взаимосвязь всего сущего во Вселенной. Лулий подробно изложил это откровение в своем труде «Великая наука общая и окончательная». Последователи до сих пор называют эту книгу «Великая каббалистическая наука» Раймонда Лулия. В этом труде Лулий привел две модификации одной энеограммы. Одна демонстрирует соединение всего со всем во Вселенной, вторая это три треугольника вписанные в круг образующие девятиконечную звезду. Труды Лулия произвели революцию в умах философов и теологов того времени и оказали серьезное влияние на мыслителей последующих столетий. так спустя почти четыреста лет энеограмма Лулия появилась в издании Атанасиуса Кирхера ученого с энциклопедическими познаниями в математике астрономии лингвистики медицине археологии музыкальной теории и многом другом. Преподаватель римской коллегии почетный иезуит отец основатель египтологии он всю жизнь фанатично искал ключ к тайнам и знаниям древних и огромную часть своей жизни посвятил изучению кабалы алхимии и оккультных наук. Что касается энеограммы Атанасиус Кирхер успешно применял ее в самых разных сферах деятельности в том числе и в музыке. В 20 веке благодаря Георгию Гурджиеву энеограмма была доработана и обрела новое дыхание. Сам Гурджиев привнес в нее понятие внутреннего треугольника. Волна интереса к суфийским вихревым практикам в 20 веке достигла своего апогея, что привело к появлению торсионной или вихревой математики и созданию еще одной версии энеограммы. Марко Родин и его ученик Рэнди Пауэлл при помощи энеограммы пришли к убеждению, что вся энергия во Вселенной от спиралей галактики до нашей собственной ДНК движется по траектории Тора. Итак, мы видим окружность с расположенными на ней цифрами от 1 до 9. При этом числа связаны между собой последовательностью, которая записывается как 1, 2, 4, 8, 7, 5. Кто-то называет сегодня эту шестизначную цепочку чисел числом человека, так как рождение и деление живой клетки происходит через удвоение. Единица становится двойкой, которая превращается в четверку, затем в восьмерку, далее удвоением дает 16 и, наконец, 32. Числа 16 и 32 после упрощения превращаются в 7 и 5 соответственно, и в итоге цифры 1, 2, 4, 8, 7, 5 выстраиваются одна за другой и действительно отображают последовательность жизненных процессов организма человека. Но значение гексонемы 1, 2, 4, 8, 7, 5 все-таки на порядок выше, ведь число 32 удваиваясь дает число 64, суть которого снова есть единица и цифровой ряд повторяется снова 1, 2, 4, 8, 7, 5 и так до бесконечности. Гексонема 1, 2, 4, 8, 7, 5 представляет собой материальный мир, процессы которого цикличны и повторяемы. Мир, находящийся в постоянном процессе слияния и распада, напряжения и расслабления, рождения и смерти. Мир пульсаций, вибраций и вихрей, находящийся в постоянном движении, но движение это всегда зациклено на самого себя. 1, 2, 4, 8, 7, 5 это уроборос, мифологический змей, заглатывающий свой хвост. Это мир циклично развивающейся материи, мир двоичности и мир дуальности. Двойка, четверка наземная, а мир-то у нас трехмерный. Или словами Тота Гермеса из древнеегипетской традиции «Я один, который становится двумя, который становится четырьмя, который становится восемью, а затем я вновь один». Марка Родин, один из исследователей энеограммы, представил ее в виде числовой векторной диаграммы, вписанной в круг, где 12, 48, 75, это векторная часть, представляющая бесконечное движение материи, а точки 3, 6, 9 – неподвижные центры, являющиеся местами вхождения силовых энергетических импульсов. Другими словами, 3, 6, 9 – это силовые или энергетические узлы. И если числовой ряд 1, 2, 4, 8, 7, 5 представляет сам материальный мир, то 3, 6, 9 – это причина существования этого мира и его энергетический источник. При этом число 9 является наивысшим, а 3 и 6 – это помощники в равномерном распределении энергии между всеми участниками процесса. Работая над диаграммой, Родин невольно коснулся вопроса необъяснимости и непознаваемости самого источника жизни, дающего импульсы силы для ее вечного воспроизведения. Здесь важно отметить, что в этом виде энеограмма является лишь проекцией трехмерного Тора, фигуры, которая в рамках вихревой математики рассматривалась исследователями как идеальная энергетическая модель Вселенной. Исходя из этой модели мироздания, Родин утверждал, что точка 9 лежит на принципиально ином уровне, нежели точки 1, 2, 4, 8, 7, 5, лежащие на плоскости, то есть на уровне ограниченных возможностей. Девятка, по мнению Родина, занимает положение между уровнем 1, 2, 4, 8, 7, 5 и уровнем неограниченных или божественных возможностей, где размещается точка 0. Что касается информации о нулевом уровне, то это реальность, для описания которой недостаточно простых человеческих слов и понятий. Или как сказал персидский поэт исуфийский шейх Хафиз, 0. Вот где начинается подлинная игра. Что наша жизнь игра? Марко Родин назвал свою энеограмму математическим отпечатком пальцев Бога и самым великим из божественных имен. Тут необходимо упомянуть, что Марко являлся последователем религии Бахаи, уходящей своими корнями в ислам и еще глубже в суфизм. Хотя сами Бахаи и не являются мусульманами, но их объединяет история возникновения религии Бахаи и вера в единого Бога. Согласно исламской традиции, произносимыми до недавнего времени считались лишь 99 имен Бога, а последняя сотая оставалась священной тайной. Но посланник новой веры Баха-Ула возвестил, что это величайшее ранее непроизносимое имя Бога звучит как Баха, и что все производные от этого величайшего имени также будут считаться величайшими именами Бога. Например, такое имя как Абха будет равнозначно и равноценно имени Баха. Далее Родин использовал систему суфийской кодировки Абджад и вычислил соответствие букв имени Бога арабским числам. И вот что у него получилось. Каждая из имен Бога у Бахаи нумерологически тождественно числу 9. А теперь внимание, сюрприз, божественная цепочка чисел 1251 легким инверсионным движением превращается в ее зеркальный аналог 1521 ничего не напоминает а если записать вот так где верхняя строка объявления это мир земной материи а нижняя строка это анаграмма после расшифровки дающая одно из великих имен Бога Бахаи Абха вот это да скажите друзья а лично вы Богу звонить не пробовали таким образом объявление из фильма указывает сразу на два обстоятельства одно из которых это наш мир с его ограниченными возможностями а второе сам создатель абсолют и его божественные возможности в этом контексте объявление с предложением позвонить Богу можно рассматривать как попытку героя фильма дозвониться до небес или другими словами открыть небесные врата чтобы выйти из круговорота земных ограничений и попасть на уровень девятки что существенно меняет положение дел для участников игры и приближает их божественному уровню как открыть небеса какая мелодия должна прозвучать и каков цифровой код послания небесам объявление читается просто верхняя строка 124875 превращается в три тройки или девятку нижняя после инверсии превратилась в имя создателя выраженная в цифрах 1251 или упрощенно 36 в сумме 9 итого 99 но у нас есть еще один математический знак и смысл это само божественное имя Абха которое также соответствует числу 9 по правилам сакральной математики это отдельное самостоятельное число и мы не вправе его игнорировать в итоге получаем 999 наивысшее трехзначное число из возможных состоящие из трех совершенных девяток энергия этого числа очень высока и к смыслу кода доступа к небесам мы еще вернемся но и это еще не все само объявление настойчиво указывает нам на инеограмму первая строка объявления это точки и вектора инеограммы 12 48 75 вторая строка не что иное как энергетические ключи инеограммы 3 6 и 9 и здесь мы переходим к музыкальному варианту инеограммы Атанасиуса Кирхера но для того чтобы прочесть музыкальную инеограмму нам понадобится еще глубже погрузиться в ее смыслы так все ее исследователи включая Гурджиева уверяли что для получения максимально правильных выводов необходимо исследовать одновременно три линии инеограммы которые составят так называемый внутренний треугольник в нашем случае это означает что нужно рассматривать не одну а целых три музыкальные тональности которые будут энергетически подпитывать и гармонически дополнять друг друга попробуем найти эти музыкальные тональности в фильме одна из них фа диез минор в этой тональности мы слышим мелодию в фильме замысел другая ля минор тональность на которую настроен наш простой металлофон и наконец ре минор она складывается из натуральных нот которые можно выдернуть из мелодии прозвучавшей в фа диез миноре и сыграть их на пластинах металлофона эти натуральные ноты звучат как ля фа ре фа фа если выразить эти ноты в цифрах обозначив их положение на музыкальных ступенях то в фа диез миноре запись будет выглядеть так три ноль шесть ноль ноль сумма равняется девять нолями обозначена натуральная нота фа которой попросту нет в основном звуковом ряду фа диез минора в ля миноре ноты займут следующие ступени звукоряда восемь шесть четыре шесть шесть сумма равняется трем в ре миноре ноты займут следующие позиции пять три один три три сумма равняется шесть итак мы снова видим все те же цифры три шесть и девять давайте выстроим тональности друг за другом именно в таком порядке ведь на это нам указывала вторая строка объявления ля минор три ре минор шесть фа диез минор девять мы также помним что первая строка после упрощения выглядела так три 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 это во-первых три наши тональности а во-вторых это указание на внутренние треугольники у каждой из них в нашем случае внутренний треугольник тональности это три ее начальные ноты пришло время обратиться к чертежу нонограммы так называется музыкальная неограмма кирхера ля минор начинается с нот ля си до и это музыкальные ступени один два три натурального звукоряда один из треугольников нонограммы подписан точно так же один два три затем тональности ре минор подхватывает эстафету ее первые три ноты ре ми фа или ступени натурального звукоряда 4 5 6 второй треугольник нонограммы в книге кирхера подписан точно так же 4 5 и 6 третий треугольник в книге кирхера обозначен 7 8 9 и так как фа диез минор не является натуральным минором то на этом месте соответствие ступеням натурального звукоряда заканчивается и мы просто поставим первые три ноты тональности фа диез минор на оставшиеся соответствующие места в нонограмме 7 это фа диез 8 это соль диез и 9 это ля и так мелодия вписанная в инеограмму звучит следующим образом странная мелодия и знаете звучит действительно красиво целостно и гармонично натуральный и даже скромный ля минор в середине мелодии усиливается красотой тембральной окраски ре минора а в финале плавно переходит в чувственный вариант ля минора мелодический ля минор тональность фа диез минор благодаря своим знакам альтерации элегантно и органично вписалась в инеограмму и стала ее украшением в виде мелодической разновидности ля минора музыкальная конструкция из трех тональностей в результате их слияния не только не распалась но стала целостной гармоничной и совершенной три тональности вписанных в нонограмму наглядно продемонстрировали нам чудеса взаимодействия музыки и математики музыкальный уроборос в своем движении сомкнулся в высшей точке энеограммы пройдя в процессе звучания следующий путь 9369 что также равноценно числу 999 так как 3 и 6 это вспомогательные центры поэтому они суммируются но что же все-таки означают разные сочетания чисел 3 и 6 и 9 почему мы все время выходим на них в нашем расследовании герои фильма пытались приоткрыть небеса и перейти на новый уровень похоже что они и нас подталкивают к тому же самому а как называется процесс перехода человека на уровень небес не подскажете правильно вознесение и здесь первое что приходит на ум это частоты вознесения всего таких частот 9 и 3 из них выражены через числа 3 6 и 9 это частоты вознесения вознесения 963 герца 396 герц и 639 герц на энеограмме они располагаются в энергетических узлах считается что частоты вознесения гармонизируют как само пространство так и внутреннее состояние человека музыкальная частота вознесения 963 герца отвечает за связь человека с его божественной составляющей с его высшим началом и наиболее гармоничным я она способствует активизации шишковидной железы улучшению мыслительных способностей проявлению интуиции и раскрытию творческого потенциала музыкальная частота вознесения 396 герц снимает у человека чувство страха подавленности и вины избавляя его от негативных блоков и высвобождая энергию человеческой воли частота вознесения 639 герц влияет на гармонизацию эмоционального состояния человека ее еще называют чистотой любви при восстановлении эмоционального баланса улучшаются взаимоотношения и связи между людьми так рассмотренные нами частоты помогают человеку стать более совершенным они активируют его волю и интеллект повышают осознанность приводят в гармоническое состояние мысли и чувства пробуждают интуицию и творческие способности может быть ноты ля-фа-ре-фа-фа сыгранной на металлофоне привели музыкальную энеограмму в движение и в результате этого активировались частоты вознесения возвращающие в наш мир первозданную божественную гармонию а найденный нами код доступа к небесам число 999 является своеобразным энергетическим эталоном для того чтобы мы стремились к самосовершенствованию и настраивались на чистоту бога 999 в данном контексте не музыкальная чистота 999 это вибрации нашего внутреннего света и состояние наивысшей внутренней гармонии которая может быть достигнута разными способами в том числе и при помощи музыки 999 это высшая степень гармонического баланса нашего внутреннего треугольника тела ума и души или по гурджиеву интеллекта эмоций и инстинктов 999 это состояние перехода нашего сознания на принципиально иной уровень реальности состояние которого стремились достичь суфийские мудрецы у суфиев кстати существует собственное представление о небесном граде обители ангелов куда попадают души после воскресенья там не существует времени и по этой причине воскресенье уже состоялось но еще не произошло мама будет переживать не будет тебя там нет всего с полсекунды в этом чудесном граде сливаются воедино прошлое настоящее и будущее по этой же причине все в любой момент еще может измениться суфии называют это место восьмым небом по моему мнению восьмое небо это и есть уровень девятки нашей энеограммы где последняя прозвучавшая нота ля совпадает с первой нотой ля но лежит ровно на октаву выше ибо 8 в музыке это октава и цикл энеограммы также называется октавой и так подведем итог мелодия ля си до ре ми фа фа диез соль диез ля вписанная в энеограмму является музыкальным аналогом числа 999 из объявления где число 999 это цифровой код доступа к небесам мелодия замкнувшись точки 9 энеограммы активировала музыкальные энергетические центры после чего зазвучали частоты вознесения которые способствовали духовному пробуждению и дали героям фильма возможность перенестись на суфийское восьмое небо или на уровень девятки о котором говорил марка родин что касается самой девятиконечной звезды она является древним символом каббалы олицетворяющим вечность вселенную и кульминацию и сегодня мы все немного прикоснулись к этой вечности также девятиконечная звезда является символом религии баха и кстати имя пророка и основателя веры баха и звучит баб и переводится как врата заключение мне хочется привести строки еще одного персидского поэта суфия 13 века джалаладина руми свет излучаемые очами на деле свет сердца свет наполняющий сердце на деле свет истинного он чист и свободен от света разума и чувства сердце которое бьется у нас груди это и есть уровень высшего числа девятки уровень максимально приближенный к небесам если же все перевернуть настроить частоты правильно заставить массы жить сердцем и вытянуть их из зоны влияния противника все в миг засияет но вы блин даете что это было слову сказать в последнее время лица скрывающие свои настоящие имена под вымышленными никами иногда смешными иногда откровенно демоническими всеми силами старались убедить меня в существовании девяти лучевой звезды на изображение главного символа дон фильма делали это настолько упорно как будто для них это было делом первостепенной важности ну что ж вы поразили меня показываю вот он этот символ не очень явно на 9 лучевая звезда присутствуют таки за спиной несущего свет это изображение размещено в одной из публикации на сайте студии дом фильм но я бы его и вовсе не заметил если бы не доброжелатели а дальше больше вокруг 9 лучевой звезды началась феерическая движуха в личку как по команде стали стучаться все кому не лень и кидать ссылки на некий таинственный орден сирени якобы открываемый дмитрием зодчим хо-хо какие человеки вконтакте открывается группа с озвучным названием инерис недро что на первый взгляд бессмыслица на второй орден сирени только задом наперёд как любят у нас переворачивать или и здесь на эмблеме тайного ордена вновь присутствует девятиконечная звезда причем все ее девять лучей якобы сделаны из игральных карт и вновь посыпались намеки это же старшие арканы таро есть вроде бы даже некое предание старины глубокой связанное именно с этим символом другими словами то и дело мне подкидывали наживку для профанов в красивой обертке в надежде что я на нее поведусь а по сути своей это были огрызки из приоткрытого люка особенно мне понравилась тетка в сиреневом платье отбивающийся от недоброжелателей факелом и с надписью не давай никому потушить твой свет это было предупреждение а и Субтитры подогнал «Симон»